всем огромный привет меня зовут лада сегодня у нас с вами очередная порция расхламления я знаю что это ваши самые любимые видео на моем канале поэтому что я сделала я создала отдельный плейлист для всех своих расхламлений организационных видео мотивашек и так далее поэтому если вы пропустили какое-то видео из моих организационных и расхламительных ссылка на этот плейлист будет в описании к этому видео также вот здесь обязательно переходите и наслаждайтесь ну а что мы сделаем сегодня мы с вами немножко проредим мои сумочки сейчас я разложу все свои сумочки на кровати чтобы так сказать оценить визуально объем предстоящей работы а там уже решим что из этого мы оставляем от чего избавляемся не забудьте подписаться на мой канал если вам нравятся такие видео я также снимаю о своей жизни в америке снимаю beauty видео в общем у меня очень много всего интересного на канале поэтому присоединяйтесь ко мне ну а мы начинаем вот ну а вот как Продолжение следует... Так, ну что, вот я вытащила все свои сумки. Не знаю, много это или мало. Мне почему-то казалось, что у меня больше. Я знаю, что у меня здесь еще не хватает серой моей сумочки, маленькой сумочки почтальон. Что-то я ее не нашла. Видимо, она в машине лежит. Вот такой у меня ряд белых сумок. В основном это летние сумки. Есть вот такая вот милашка. Это, в принципе, у меня единственная сумочка, которой я не пользуюсь, но держу на всякий случай. Если вдруг там меня пригласят на какое-то вечернее мероприятие, например, свадьбу или какой-то день рождения в ресторане, чтобы у меня была хотя бы одна вот такая вот вечерняя сумочка. Маленькая, лежит, много места не занимает. Дальше у меня вот такие цветные сумки. Тоже на лето очень хорошо и классно ими разбавлять. Если у вас какой-то монохромный лук, например, весь белый, то разбавить вот такой вот, например, красной сумочкой очень эффектно смотрится. Дальше у меня сумочки такие нюдовые. Один рюкзак. Вот это моя плетеночка любимая летняя. Дальше черные. Я планирую прорядить хотя бы по одной из каждого ряда. В принципе, если бы у меня была большая гардеробная, я бы, конечно, все эти сумки оставила, ни от чего бы не избавлялась. Но так как я прикупила себе на осень и планирую еще прикупить пару каких-то новых моделей, мне надо освободить для них место, потому что, увы, все не влезает. Сейчас будем думать более тщательно и посмотрим. Возможно, остановимся на каждой из них. Значит, давайте начнем, наверное, с черных. Первая у меня вот такая вот сумочка с Алиэкспресс. Я ее оставлю, потому что ею можно классно пользоваться осенью, зимой. У нее неудобная ручка. Но вполне ее можно носить вот так просто в руках. И, кстати, на фотографиях она красиво смотрится. Женская логика. Неудобно в носке, но удобно для фотографий. Вернее, это, наверное, логика блогера. Так, дальше определенно я буду избавляться вот от этого рюкзака, потому что был у меня один период, когда я заболела рюкзаками, только с ними и ходила, что вы можете из моей коллекции увидеть. У меня их целых три. Но сейчас эта болезнь прошла. Я уже не очень люблю рюкзаки. И маленькие сумочки тоже отходят на второй план. Этой осенью мне нравятся такие сумки побольше. Поэтому я планирую пополнить свой гардероб парочкой таких сумок. Ну, а вот от этой я буду избавляться. Очень он классный. Я с ним долго проходила. Это, скорее всего, эко-кожа, но очень хорошего, добротного качества. Потому что вот прям на ней ни одной царапины. Она в обалденном просто состоянии. Честно говоря, даже жалко вообще ее куда-то выкидывать. Или, ну, выкидывать, естественно, я не буду. Я обычно вещи отдаю на благотворительность. Вот. Хотелось бы отдать кому-то, кого я знаю, кто будет его носить. Но, к сожалению, я не знаю никого такого здесь, по крайней мере, у меня в городе. А посылать ее по почте, ну, не знаю, такое. Но факт в том, что я сама его носить больше не буду. Дальше этой сумки очень-очень много лет. Я ее привезла с собой еще из Баку 13 лет назад. И вот как-то она мне по стилю напоминает Эрмес. Я ее не ношу. Я ею не пользуюсь. Но я ее очень сильно люблю. Не знаю, вот она мне как-то дорога, как память о Баку, о моих студенческих годах. Потому что тогда я ее носила. В принципе, такая модель и сейчас актуальна. Я не знаю, почему я ее не ношу. Напишите, девочки, что делать? Избавляться мне от нее или нет? Думаю, что, наверное, я от нее наконец-то уже избавлюсь. Столько лет она лежит. В общем, думаю, что я ее пока отложу. Лучше на ее место поселить какую-то сумочку, которой я буду пользоваться. Правда ведь? Дальше мои малюсички черненькие. Однозначно их оставляю. Такая черная, стеганая. И просто черная. Без всяких эмблем, без ничего. Тоже очень актуально. Эти оставляем. Далее моя коричневая. Майкл Корс. Она тоже со мной, конечно, остается. Рюкзак. Бежевый. Если вы со мной больше года, то вы видели, что этот рюкзачок приходил мне в фэшн-боксе. Это такой бокс я выписывала. Он наподобие бьюти-бокса. Только вам приходит не косметика, а одежда и аксессуары. И вот этот рюкзачок мы там с вами получали. Я была от него в восторге. Я его сразу же оставила. И я его носила. Но больше не ношу. Он вообще новый. Буквально я его один-два раза носила. Пока я его оставлю. Я его пока что не буду выкидывать. Может быть, дам ему еще один шанс. Но 100% он претендент, наверное, на следующее. Это мое расхламление. Я знаю, возможно, вы сейчас подумаете или напишите мне комментарий о том, что я зажралась, не пользуюсь классными сумками, избавляюсь от вещей, попользовавшись один-два раза. Но я придерживаюсь такого мнения, что лучше я это отдам тем людям, у которых ничего нет, и которые будут с удовольствием этими вещами пользоваться, чем они будут лежать у меня на полке и просто занимать место, пылиться. Ну, просто так лежать, это, конечно, очень грустно и жалко. Пусть лучше пользуются те, кому они реально нужнее. Дальше у меня две вот такие мои любимочки, мои фавориты. Бежевые сумочки. Это подойдет вообще под любой сезон, под любой наряд. А это, конечно, мой летний must-have, моя плетеночка. Летом я ее занашиваю, определенно они у меня остаются. Дальше вот такая коралловая малышка. Тоже летом я ее ношу подо всем. У нее такой цвет, что она подходит, ну, буквально под любой наряд, начиная от белого и черного, заканчивая даже желтыми. Остается. Ой, планировала расхламляться. Не, ну, в принципе, я уже от двух крупных избавилась сумок. Дальше у меня вот такая сумочка персикового цвета. Я ею... Это клатч вообще. И она очень маленькая. Когда ее открываешь, сюда вообще ничего, кроме вот руки, не влазит. И я ее тоже, в принципе, пользовала на какие-то вечерние выходы, мероприятия. Вот сейчас я задумалась, нужна ли она мне. Потому что она у меня лежала в коробке, и я даже про нее не вспоминала, пока вот я сейчас ее не вытащила. Для фотографий красиво. Под какие-то аутфиты. Но, наверное, я от нее избавлюсь, девчонки. Ну, тоже вот практически новая. Ни одной на ней царапинки. Та же самая история вот с таким красным клатчем. Он вообще у меня запылился. Здесь пудра какая-то лежит. Если я сейчас сниму видео расхламление этих сумок, то это будет очень смешно. Потому что в каждой сумке у меня бездонный мир, в который мы могли бы окунуться. На это видео получилось бы очень долгим. И очень долгим. Вот. В общем, у меня две вот такие красные сумочки. Не знаю, что делать. Тоже, в принципе, вот эта красиво подошла бы к какому-нибудь черному, например, аутфиту. Черный оверсайз пиджак с джинсами. Возможно, я пока обе их оставлю. В принципе, они узенькие. Они не занимают много места. Я сложу их вот так вот в стопочку, в коробочку. В принципе, они много места не занимают. Возможно, если и до следующего расхламления я к ним ни разу не прикоснусь, тогда мы уже с вами будем от них избавляться. Вот такая голубая у меня еще есть. Тоже на лето она отлично. Мы ее, конечно же, оставляем. Далее переходим к белым сумкам. У меня есть белый рюкзачок. Какой тяжелый. Я представляю, чего там только нет. Бутылка воды. Заколка. Вот. И, кстати, санитайзер практически полный. Я его оставлю, потому что хотя бы один рюкзачок, тем более такого белого универсального цвета, я хочу, чтобы у меня в гардеробе был. Определенно я избавлюсь вот от этой белой сумочки. Она очень мне нравится. Она одна из моих любимых. Но у нее есть одна проблема. Я вообще придерживаюсь такого принципа, что если вещь как-то повредилась, как-то себя износила, нужно от нее избавляться. Если есть какие-то катушки на свитере, если где-то под мышкой дырка, которую вы думаете, что никто, кроме вас, не увидит. Я считаю, что от таких вещей надо избавляться, потому что шикарная девушка в шикарном понимании моем должна быть шикарна во всем. С какой бы стороны она не повернулась, как бы она не встала, как бы она не села, она должна знать, что с любого ракурса у нее все в порядке. Не так, что, ой, надо мне сесть левой стороной, потому что на правом носке у меня есть дырочка, чтобы его никто не увидел. Такого не должно быть. То же самое с этой сумочкой. Я не знаю, будет вам видно на видео или нет. Она при соприкосновении с одеждой обтирается об темные, например, джинсы или об черные какие-то свитера и перенимает на себя вот этот вот цвет. Она вот практически все ее квадратики в каких-то потертых коричнево-черных оттенках. Как будто бы она грязная. Но это не грязь, это просто вот эта кожа переняла на себя вот этот вот цвет. Я купила в принципе себе похожую белую, потому что эту я носить уже не могла. Такого же в принципе фасона, тоже стеганая. И, кстати, ничего на себя не перенимает. Пока что вот сколько я ее ношу, она в нормальном состоянии. Поэтому от этой я буду избавляться. Дальше у меня вот такая белая сумочка с цепочкой. Очень ее люблю, оставляю. И последняя сумочка вот такая вот белая с розовыми всякими цветочками. К ней еще идет, кстати, кошелечек в комплекте. Это был подарок мне от моей невестки. Пока до лета она полежит, потому что она прям вот такая летняя-летняя. И летом мы же ее поносим с какими-нибудь цветастыми юбочками, с платьицами и так далее. Вот. Так, ну вот все, от чего мы избавляемся. Я думаю, что я неплохо проредилась. Вот эти пять определенно уходят. Еще у меня есть вот такая сумка, которую я использую для спортзала или для пляжа, или когда мне надо какие-то большие громоздкие вещи перенести. Например, если я еду на почту и запаковываю прямо что-то на почте, в маленькие сумочки это не влазит содержимое. Вот я складываю сюда. В общем, вот такая вот просто сумка авоська как бы остается. Сейчас мы с вами сюда сложим маленькие мои вот такие вот сумочки, которые можно поставить и разложим с вами все красиво в гардеробной. в гардеробной. в гардеробной. вот так красиво у меня получилось организовать пространство из всего что осталось. Сюда запросто я смогу вместить и какие-то новые свои покупочки, которые мне предстоят. Одну сумку я заказала, я ее жду и я в поисках коричневой какой-то сумки мешка. пока что я безуспешно пытаюсь найти модель, которая бы мне понравилась. Ну, а вот в принципе все, что у меня осталось. Вижу я, что не хватает мне каких-то ярких сумочек. В основном у меня все такие приглушенные цвета. ну, там посмотрим пока то, что есть. Вам огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я надеюсь, я вас немножко вдохновила и замотивировала разобрать и в своих сумочках тоже. Если вы еще не видели другие мои расхламления, ссылка будет в описании к этому видео, на плейлист, как я уже ранее говорила. Ну, а с вами мы, как всегда, увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok